Российский авторынок пробил дно. Ассоциация европейского бизнеса посчитала, что в апреле было продано лишь 30 тысяч новых легковушек и грузовичков против полутора сотен тысяч годом ранее. В эту статистику традиционно не включены Mercedes, BMW и Mini, которые публикуют свои данные ежеквартально. Кроме того, передумали отчитываться марки Chevrolet и Cadillac, так как концерн GM остановил продажи на нашем рынке. В любом случае, статистика AEB показывает почти пятикратное падение продаж. В автосалонах сейчас полный штиль, хотя живые автомобили есть. Впрочем, дилеры удерживают высокие цены, чтобы не распродать запасы слишком быстро. Да и условия кредитования отбивают всякое желание приобретать новую машину. Кстати, счастливыми исключениями стали марки Exeed и Subzu и Great Wall. Сказался эффект низкой базы и выход новых моделей, поставки которых начались недавно. А еще Cherry и Exeed завлекают клиентов интересными кредитными программами. Ранее самым черным месяцем для всего авторитейла считался апрель ковидного 2020 года. Но даже тогда россияне умудрились забрать из закрытых автосалонов вдвое больше автомобилей, чем сейчас. Также любопытны результаты 20-летней давности. В посткризисном 99-м каждый месяц своих владельцев находили примерно по 80 тысяч легковушек. Правда, почти все они были отечественными. На иномарке тогда приходилось лишь 5% продаж. То ли дело рынок вторичный. Как подсчитали аналитики агентства Автостад Инфо, в апреле перепродажи поддержанных автомобилей просели всего на 22%. И это очень хороший результат, учитывая общую неопределенность. Падение разной степени глубины замечено практически во всех сегментах автомобильного секонд-хенда. И только спрос на минивены наоборот вырос. Как говорится, необъяснимо, но факт. Еще одно любопытное явление подметила группа компаний Прагматика. По их словам, в поисках наиболее интересных вариантов на вторичке этой весной, россияне начали настоящую миграцию. И это как раз объяснимо. В особом фаворе среди покупателей сейчас находятся свежие бэушки, выпущенные 3-5 лет назад. Но предложений по продаже таких машин становится меньше, что спровоцировало ту самую миграцию покупателей между городами. В итоге расстояние до места потенциальной покупки перестали играть существенную роль. Скажем, в Санкт-Петербург люди приезжают не только из Москвы и Подмосковья, но даже из Екатеринбурга и Челябинска.